Всем добрый день! У нас сегодня с вами третий ролик, в котором я расскажу с помощью каких косметических средств компании Фаберлик удается корректировать вертикальные морщины над верхней губой или кисельный рот. И в предыдущих роликах я рассказывала основные причины появления этих морщин. И мы с вами делали упражнения, которые помогают откорректировать ну, собственно говоря, вот эту проблему. Либо уменьшить количество морщин, либо избавиться от них полностью при желании. Да-да-да, и такое может быть. Но, как я говорила, что, к сожалению, иногда эти морщины появляются вследствие изменений не только круговой мышцы рта, но и возрастных изменений кожи. И сухости, и ее истончения с возрастом, уменьшения эластичности, то есть уменьшения количества эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты в ней. И, соответственно, тактика ведения таких женщин, грубо говоря, медицинским языком, что мы можем предложить, я тоже делю в двух направлениях. Первое. Одно дело, если ко мне приходят молодые женщины, у которых кисетный рот или вертикальные морщины над верхней кубой связаны с ее привычкой, с ее эмоциями. И я напомню, что круговая мышца рта – это тоже мимическая мышца. Соответственно, кисетный рот иногда – это просто-напросто разновидность мимических морщин. И у компании Фаберли есть некоторые средства, которые так и называются для борьбы с мимическими морщинами, являются альтернативой инъекциям ботокса и помогают действительно добиться очень хорошего результата в плане мимических морщин. Точно так же и проблема с кисетным ртом. Еще раз, если я вижу, что у женщины на первом месте стоят эмоции, мимика, то тогда в первую очередь я включаю средства для коррекции мимических морщин. Именно. На данный момент есть два средства очень хороших. Это средства под номером 1060, или мы говорим шприц, для коррекции мимических морщин, который является альтернативой инъекциям ботокса. И он тоже способствует расслаблению мимических мышц. В том числе, если мы будем применять на вертикальной морщинке над верхней губой, он будет расслаблять круговую мышцу рта, способствует таким образом уменьшению или вообще уничтожению, скажем так, вот этих самых морщин. Я просто напомню, что в первом ролике я показывала вот такую штучку, говорила, что вот грубый пример, но если у нас с вами желтая часть, это круговая мышца рта, которая своими волокнами вплетается в кожу, то, соответственно, если она постоянно находится в сжатом состоянии, в состоянии гипертонуса, то и кожа, которая находится на поверхности, деформируется и сжимается. Если мы с вами расслабляем эту мышцу, то, соответственно, и структура кожи изменяется. И второе средство у нас есть, которое вышло относительно недавно, Beauty Lab, под коллекцией Beauty Lab, сыворотка по номерам 1039 для мгновенного преображения кожи лица. И вот про эту сыворотку, хотя и про шприц я уже делала неоднократные ролики, но тут про сыворотку нужно сказать некоторые нюансы и особенности. Она у нас проговаривается как сыворотка для экспресс-восстановления, и ее действие длится в течение суток. Но этого уже вполне достаточно. Если мы не можем своими мыслями, своим поведением никак расслабить круговую мышцу рта в данном случае, то если мы с вами эту сыворотку будем наносить только лишь на верхнюю губу, на вертикальные морщины, мы таким образом, пусть даже в течение суток, пусть даже чуть-чуть, самую малость, мы будем расслаблять круговую мышцу рта, это уже будет большой существенный плюс. И смотрите, в роликах я говорила, что вот эту сыворотку лучше наносить на верхнюю половину лица, потому что если мы с вами в возрасте, если у нас и так с вами мышцы, нижняя часть лица находится в гипотонусе, то есть они уже и так расслаблены, и так кожа провисает, а мы их еще сильнее будем расслаблять, то, соответственно, при длительном, при регулярном применении этой сыворотки на нижнюю часть лица мы можем добиться того, что у нас птоз, то есть провисание кожи лица усилится. Исключение, исключение для нижней части лица, для этой сыворотки, именно вертикальные морщины над верхней губой. Именно задача вот здесь расслабить, поэтому эту сыворотку в нижней части лица мы можем применять на верхнюю часть губы для коррекции вертикальных морщин. Так что вот два целенаправленных средства у нас есть для борьбы с мимическими морщинами. И я сразу скажу, даже не буду оппонировать тем, кто будет говорить, что косметика не действует. Мы уже настолько шагнули далеко вперед, да, что вот эти все сказки, что кремы не работают, они работают еще и работают и как, потому что появились и транспортные системы, и содержимое кремов такие, пусть не 100%, но проникают в глубь кожу, поэтому косметика работает. Но у нас есть еще два потрясающих крема, которые можно применять в совокупности с вот этими продуктами, которые усиливают эффект от шприца, да, от средств от мимических морщин или от активной сыворотки. Это кремы, в которых находятся растительные ингредиенты, которые сами по себе тоже являются альтернативой инъекциям ботокса. Так вот, у нас есть в коллекции Платину дневной крем, дневной крем под номером 0311, который тоже содержит активный ингредиент Акмелу, который вот основной ингредиент этой самой сыворотки. И плюс у нас есть в коллекции Эксперт крем-состерапия под номером 1070, где растительный запатентованный комплекс Кальмос Инсин работает не просто над чувствительностью кожи, да, над успокоением кожи, не только после процедур химического пилинга и микродермогразива, и вообще в целом для чувствительной кожи. Так вот, этот же комплекс хорошо расслабляет мимические мышцы лица, поэтому эти два крема можно применить тоже самостоятельно, можно в паре с вот этими радикальными, скажем так, сыворотками. Это один момент, да, тактика, вот если мы поняли, что проблема все-таки прежде всего связана с эмоциями, с мимическими морщинами. И другая тактика, если это уже возрастные изменения, и на первый план выходит то, что круговая мышца рта потеряла тонус, она не просто зажата, да, она уже растянута, перетянута в ней возрастные, дегенеративные, но так и будем называть вещи своими именами, изменения происходят, это один момент. И то, что у нас изменяется строение кожи, еще раз напомню, она становится тонкой, сухой, уменьшается количество эластина, коллагена, а этот процесс у нас уже запускается с 25-30 летнего возраста, поэтому здесь уже акцент нужно делать на более зрелую косметику, в хорошем смысле слова зрелую, то есть косметику, которая обладает омолаживающими эффектами. И я прежде всего рекомендую вот коллекцию, обновленную коллекцию Ренаваш, где есть запатентованный комплекс Матриксил Морфомикс, который целенаправленно французы разрабатывали, как раз таки для коррекции морщин марионеток, но вот этот пептидный комплекс помогает как бы вытолкнуть эти морщины изнутри, и в том числе при вертикальных морщинах над верхней губой. Итак, у нас есть потрясающая коллекция Ренаваш, этот же комплекс Матриксил Морфомикс, он у нас дублируется в одном из средств коллекции Платинум, а именно интенсивный крем для зоны шеи и декольте, но именно этот крем я рекомендую тем женщинам старшей возрастной группы, у кого в том числе вот эти самые вертикальные морщины, просто наносить на все лицо. Потрясающе, то есть это фактически сочетание Платинум, то есть среднее, да, вот нечто среднее лучшее между коллекцией Ренаваш и коллекцией Платинум. Вот такое, да, вот, и более того, у нас есть целая масса всевозможных средств, которые направлены на увлажнение кожи, да, соответственно, запускается выработка эластина коллагена, это коллекция Пролексир. В Пролексире есть потрясающая маска с гиалуроновой кислотой под номером 0724, и вот ее вы можете применять в зависимости от того, какой вам результат нужен сейчас. Если вы хотите мгновенно визуально скрыть вот эти самые вертикальные морщины, сейчас скрыть, да, то вы наносите эту маску под номером 0724 толстым слоем, в том числе на верхнюю губу, минут на 20-25, и потом просто-напросто смываете, и тогда вы визуально теряете сразу несколько лет, абсолютно. Но если у вас задача пролечить свое лицо, да, добиться того, чтобы у вас эти самые, вот эта маска, вот эти самые вертикальные морщины уменьшились и ушли, тогда вы должны использовать эту маску 2-3 раза в неделю, но уже более тоненьким слоем на ночь. То есть работают, вот в двух этих вариантах работают разные фракции гиалуроновой кислоты, за 20 минут высокомолекулярная, ну, которая мгновенно вас фактически омолаживает, да, а вот на ночь уже будет работать другая фракция низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая будет как бы спустя время выталкивать эти морщины изнутри, сглаживать их, ну, и плюс запускать синтез эластина и коллагена. То есть выбор у нас тут действительно уже более широкий. Я лично подхожу к клиентам индивидуально, уже учитывая возраст, эти кожи и так далее и тому подобное. Есть у нас еще потрясающие сыворотки в коллекции Эксперт под номером 1066, 1052, 1053, которые тоже направлены на вот такое, ну, пишется в принципе, да, на омоложение, на там увлажнее и так далее и тому подобное, но эти же сыворотки великолепно корректируют область вот этих самых мимических морщин, то есть вертикальных морщин над верхней губой, ну, то есть тут и в коллекции Платину есть своя сыворотка. Ну, то есть здесь уже на самом деле у нас более широкий спектр и можно делать и гулять. Есть у нас еще одна группа косметических средств, которые годятся и первой категории, то есть у кого на уровне мимики и второй категории, у которых на фоне уже возрастных изменений. Это всевозможные консилеры и корректоры, которые помогают визуально. Они, конечно, не лечат, но визуально скрывают все эти дефекты. Ну, например, вот такой блер-крем, который, если вы наносите сразу на область вертикальных морщин, скрывает их и сглаживает возраст, возрастные изменения. Ну, это отдельная поставь, уже не говоря про то, что можно с помощью декоративной косметики корректировать эти проблемы, но к чему я вот это вот все дело вам такое вкратце, потому что можно долго и нудно говорить о каждом средстве и как его лучше применять. В общем-то, я думаю, что вы уловили, да, что одно дело, если эти морщинки связаны на фоне мимики, да, тут и гимнастика на расслабление и средства, которые расслабляют мимическую маскулатуру, да. И другое дело, если это уже гипотонус, если это дряблая мышца и если это возрастные изменения, то здесь уже акцент на том, чтобы мы тонизировали и расслабляли круговую мышцу рта, то есть тут все вместе, и уже брали более серьезную антивозрастную косметику, которая бы улучшала и тургор, и эластичность, и увлажненность кожи, то есть стимулировала бы выработку гиалуроновой кислоты, эластина, коллагена и тем самым заменяла бы те самые инъекции биоревитализации, да, вот этих вот всевозможных гелевых наполнителей, с помощью которых и пытаются придать и объем губам, и разгладить вот этот самый частокол вертикальных морщин. Ну и подводя резюмируем все эти три ролика, да, я вам просто скажу, что все дело в наших руках. Вот на самом деле, еще раз повторю, что мне 44 года, и есть уже опыт, и есть понимание, и есть осознание. И я хочу из этого сказать, что если у вас нет желания решать эту проблему, то ничего не поможет, абсолютно ничего не положит, и поможет, потому что все как бы зависит от нас. И, конечно, нет никакой панацеи, палочки, выручалочки, которая бы вас уничтожила этой проблемой один раз и на всю оставшуюся жизнь. То есть, чем мы старше становимся, тем на самом деле нам достаточно сложнее становится корректировать эти проблемы, но их решать можно и нужно, и они решаются. Так что в следующих роликах мы с вами поговорим про уже морщины и марионетки и про носогубные складки. Так что до новых встреч, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok